решили позавтракать в таком интересном месте тут одинокие вены красиво тут внизу большой мы на высоком обрыве а внизу там морские котики лежат ночи сходим а тут вот нашли такую хорошую поляну два столика вот здесь на что мы на траву побоялись сильно заезжать потому что тут иногда могут быть проблемы с этим но был сильный какой-то ветер который сейчас кстати стих и мы не смогли нормально приготовить на вот этих маленьких газовых горелочках просто задувало пламя и мы замучились в общем пришлось перейти в машину а в машине все забордачено короче надо пока готовишь всех детей выгонять и готовить в спокойной обстановке я ник хозяин вытирает наводит порядке маленькая хозяйка сидит в планшете как всегда но вот мы сейчас прибрались но одну про одна проблема уже замечено что надо пока готовишь всех выгонять потому что пространство мало четыре человека в одном время вот еще что интересно смотрите солнечная панель у меня она приблизительно я не помню 200 180 по моему ампер ой 180 ватт вот и вот смотрите в пасмурную погоду вообще солнца нет абсолютно вообще и она выдает два с половиной ампера 13 2 вольта и у меня сто процентов заряженный аккумулятор я даже рад 2 и 6 ампера то есть погода вот такая солнца нет вообще его и не было с утра низкие тучи вот туман на той горе видите как низко влажность такой как сырой воздух иногда прямо капельки такие летят влажного тумана потому что мы прямо у океана из океана иногда налетает влага сейчас кстати ветер поменялся и ветер стал как-то странно дуть океан был очень такой спокойный одинокие волны большие шли а сейчас вот такая мелочь какая-то начала лететь вот но в общем то мы собираемся дальше но я удивлен что моя зарядная система даже в пасмурный день дает мне 2 ампера зарядки вон она какого-то такого размера панель она по ширине сантиметров не знаю 55 все 560 где-то и в длину она поперек машины лежит но длину она вон видно она чуть-чуть шире машины ну немного чуть-чуть шире крыши что крыша сажается ну в общем эта система меня пока радует а пока ходил уже 2 и 8 ампера это меня радует зарядка идет хорошо и мы даже в пасмурную погоду заряжаемся в общем снизу у нас вот такая красотища сверху этого всего не видно но когда подходишь краю смотрите как красиво тут такая скальная береговая линия со скалами такими и мне это место очень нравится для морского каякинга следующий раз я когда возьму большой каяк куплю большой каяк что мой каяк маленький он не морской он не предназначен хотя если спокойная вода кататься можно вот и в общем то здесь между камней туда все больших волн нет очень интересно на каяке поплавать и на каждом из этих островов вы видите на одном птицы облюбовали на других есть вот эти морские животные тюлени или морские котики не котики мы все привыкли котиками а за их засниму если найду красиво вот другая сторона и вот стали на кемпере ребята вот вот я сейчас расскажу о проблеме вот этих вот этих кемперов кстати дует немножко значит тут ночью оказалась такая проблема что на всех вот этих паркингах и здесь очень много едешь вдоль берега и здесь такие стояночки остановочки вот но везде написано ноу паркинг везде знаки стоят да то есть не ноу паркинг ноу кемпинг то есть кемпинг запрещен оставаться на ночь как бы нельзя хотя про ночь ни одного слова нету и общем ситуация такая довольно довольно странная но знака что ночь оставаться нельзя знака такого нет в общем у нас один местный предупредил он говорит вам могут дать тысячу долларов штрафа за то что вы останетесь на ночь в общем мы нашли одно место где написано где вообще нет знаков никаких просто знаков нет просто вот такой заезд как и здесь вот этот заезд чем не нравится кроме того что ноу кемпинг ничего не написано больше соответственно делаем вывод что раз нету знака нету overnight типа ноу овернайт паркинг значит можно останавливаться в общем с утра приезжает рейнджер и говорит ребятки выгодит когда приехали я говорю темно было ночью а он говорит вы знаете что мы можем выписать штраф 1000 долларов я говорю так нету знаках а он говорит вся береговая линия здесь считается стоит парком типа парк штата а в стоит парке ночная стоянка любая запрещена я даже не знаю как на такую дурь отвечать на то есть делаете въезд в стоит парк берите там сколько-то денег береговая линия вы представляете здесь 300 километров и вроде как нельзя останавливаться а люди-то приезжают тысячи людей тысячи людей прям едут непрерывно она ведь едьте в камп-граунды заезжали в 2 камп-граунда они full полные реально м граундов как бы не хватает а с другой стороны зачем мне платить 35 долларов за ночь если я в темноте приехал и утром в 9 часов уже уехал мне не нужен кемпинг я не собираюсь там сидеть жарить парить там варить у вас там сутками электроэнергию тратить вот на мотоцикла у мотоциклистов очень много я пока изучаю ситуацию скажем мы так поехали первый раз по северной калифорнии чтобы изучить вот эту систему которая мне пока не нравится то есть как тут можно путешествовать пока я скажу так что для обычного туриста путешествующего там скажем с палаточкой как мы раньше привыкли либо в вене вот так таком вот ну вот вены видите стоят человек спит когда он приехал я не знаю но рейнджер может реально приехать постучать в машину алё и вам 1000 долларов штрафа ну что это такое то есть днем он так не сделает они только ночью вроде как а вон рыбачок тут даже рыбку ловит прикол эти какой-то ловит акулу наверно и в общем то мне это конечно очень не нравится для обычного простого туриста вообще ничего не приспособлено хотя вот таких заездов их просто тысяч ну не знаю как сотни скажем так буквально через каждые там 500 метров вот такие вот заезды вроде как можно останавливаться но потом говорят на ночь нельзя при этом ночью они все пустые никого нету ни одного человека как это нельзя просто стать а если я устал водитель возможно что я в этой системе еще не разобрался что они хотят вообще но я думаю хотят денег вот эта система мне не понравилось а вот прибрежная полоса нравится но единственная вода холодная вода ледяная то есть вы тут можете порыбачить крабов можете половить я вчера мы вчера видели как крабов вылавливали акулу ловят опять мотоциклисты смотрите как вот для чего мотоциклы нужны переть по вот этому первому хайвею вдоль океана и наслаждаться кстати на мотоцикле тут прикольно но палатку опять же не поставишь надо искать я вчера даже находил укромные места такие очень скрытные вот если на мотоцикле то можно на мотоцикле заехать в такой маленький лесочек небольшой но с лесом кстати проблема леса очень мало вот что интересно вот те холмы вдалеке не такие красивые они зеленые поросшие травой как туда добраться неизвестно возможно там частная земля а так в принципе если была какая-то дорога то заехал поставил палатку себе вроде красиво вроде все красиво а в общем не знаю я пока платить за кемпинги здесь и за домики не очень хочу тем более домики здесь вообще такое все очень старое чем делаю деньги на том что было построено там 70 лет назад вокруг реально одно старье и и все за все хотят деньги но мне вообще этот отдых не интересен до сидеть в домике снять отель кстати я только говорил про этих морских животных думаю кто крякает вон они это морские львы я думаю где они крякают постоянно вот они морские львы разлеглись красавцы а я про них только говорил но не смог их увидеть теперь разглядел вот они беленькие такие лежат красавчики отдыхают в общем наше путешествие продолжается мы сейчас будем держать путь все севернее севернее сзади меня бодега бэй и принципе мы еще в бодега ну не бодега бэй но мы от него там не знаю миль 20 может отъехали поэтому тут будем проезжать форт роз интересно что на эти камни можно забраться я вот смотрю все время на тот камень и думаю ничего сложного там нету там спуститься аккуратненько потом взять вот там подняться наверх и смотрите его там наверху на этом мысе можно потусить палатку поставить а вот внизу смотрю какие-то водоросли тут был указатель что водоросли какие-то приплывают ядовитые токсичные не ядовитые они токсичные если вы с ними будете долго контактировать у вас могут быть какие-то там последствия неприятные поэтому не знаю до видео воду океан хочется да по 5 поплавать так прям тянет а на самом деле она вода просто ледяная здесь и пляжей много что интересно и пляжей много и мест красивых много но вода ледяная очень холодная даже ночь была такая ночью здесь была температура 12 градусов сейчас день сейчас где-то 19 днем и представьте всего 150 километров отсюда сакраменто там сейчас все изнывают от жары там сейчас где-то 40 градусов 40 41 буквально рядом отсюда 150 километров отъезжаешь и там просто душегубка а здесь вот так вот пожалуйста даже солнца нету пасмурно как реальный север всего 150 километров очень близко отъехал и вот наслаждайся скажем как вот в россии там камчатку рекламируют там где береговая линия холодный вот океан вот и там говорят прикольно но далеко же ехать а прикол калифорнии в том что у нас вот здесь есть и юг где можно купаться есть север где ледяной холодный океан и вот сейчас я здесь нахожусь как природа наверное там близкая к этому камчатке наверно до холодная ветра солнца нет ну и буквально отсюда отъезжаешь 150 километров на тебе жара юг загар и тучек и дождь один раз один дождь в 9 месяцев ну не один там ну не знаю четыре дня максимум за 9 месяцев дождливых вот так вот я с вами поговорил и иду поедем дальше следующий остановка кстати форт росс посмотрим что там есть что там устроено все всем пока